Итак, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня я для вас снимаю очередной видос на YouTube с посылкой с Шейна. Что в этой посылке? Прямо сейчас напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать и посмотреть, угадаете ли вы. Сумочка, сумочка. Первый лот у меня сумка. Она выглядит вот таким образом, убогим. На фотке она была намного лучше, красивее вообще в целом. Она открывается внутри. Значит, ну ты сломаешься. Уже. Очень сложный механизм. Выглядит эта сумочка вот так. Ну честно, по-дешмански. Очень-очень дешево. Она вся вот такая сключенная. Я просто не знаю, как вы ее будете расправлять, если вы захотите ее купить. Честно, не знаю. Ну, тебе как? Очень стрёмная. Очень стрёмная. Ноль. Вообще ужасная сумка. Следующий лот. Сумка наподобие вот этой Прады. Ремень. Дешево, дешево. Все дешево. Прямо как мой маникюр. Ужасно. Нитки торчат. Есть. Но мы же знаем, за какую цену мы это покупаем. Такое ожидаемо. Но все равно хочется. Хотя бы эстетики. В принципе, вместительная. Ну, пивасик у вас там точно не пометится. Телефончик, зарядки. Все поместится. И сам ремешок очень дешево выглядит. Его даже не обработали. То есть, ну, вот с одной стороны. С другой стороны лаковый. И тут просто мягкий. Мягкий. Ну, не стоит она своих денег. Я не советую вам ее брать. Ну, по эстетике может... Ну, не знаю. Мне вот ходить с ней с осознанием, что она дешево. Ну, знаете, ее не жалко. Ну, и в принципе, она не очень-то симпатично выглядит так-то. Очень какой-то длинный шнурок, который... Здесь невозможно никак его зафиксировать. Здесь нет фиксаторов. То есть, ее длина уже все. Она стабильна. Так и будет. Поэтому это неудобно, я считаю. В целом, вот так она выглядит неплохо. Но ремень, что-то с ним надо сделать. Отрезать сюда. Другой ремень крепить. Но, опять же, он будет отличаться от самой сумки. Слушайте, вот эту сумку упаковали даже в мешочек. Уже неплохо, на самом деле. Она красивая. Вот эта белая, я не прогадала с ней. Мягкая. Швов нет. Идеальная просто. Ну, запах, конечно, есть. Но не тот, который пишет. Ой, запах! Ну, разила! Ну, цепь-цепь. Прям четкая такая, хорошая. По вместительности она, как вот предыдущая черная сумка по типу Prada. Слушайте, она очень красивая. Это эстетика. Это будет очень стильно выглядеть. И вот, наконец-то, она поднята. То есть, у вас будет у плеча. Белинка, короче, классная. Мне нравится. Я ее советую приобрести. Ну, следующий лот самый обыкновенный. Это просто носочки. Мне они нравятся. Вот эти очень похожи на те, которые я брала в кальзодоне. У меня провались. Качество плотное, хорошее, недорогие, классные носки. Эти носки, которые якобы белые, на самом деле, они молочного цвета. Опа! Пришли с грязью. Вот белые не советую заказывать. Ну, прикольно. Мне не жалко будет износить их. Банданы. Ну, максимально тонкие банданы. Как обычно на рынке, вон, такие продадут. Здесь они стоили рублей сколько? Двести, триста. Красиво выглядят, на самом деле. Мне нравится. Ну, качество обычной банданы. Все тянется. Пришло без всяких там этих дефектов. Это чокер, короче. Он надевается очень удобно. То есть, например, если вы там ногти нарастили, вам будет неудобно надеть, да? Вы можете им воспользоваться. Ничего, ни один камень не выпал. Но, в целом, выглядит красиво. Никак горло не жмет, ничего. Но выглядит странно. Ну, типа, смотрите, это выглядит странно. Дальше у меня идет колечко с змеей. Можно делать пошире, если вам будет нужно. То есть, не переживайте за размер. Кому это кольцо нравится? Ну, свои деньги стоят. Что это делать? Это дешево, ребят. Это для фоток очень красиво будет. Прикольно выглядит. Подвеска. По-моему, это подвеска, да. Это подвеска на шею. На шею не крепится, прикиньте. Сами вы эту штуку не застегнете, потому что, видите, я вот не вижу, что здесь. То есть, даже если мне его сейчас застегнут, он мне будет впритык. Вот так. Ну, будет меня пережимать. Выглядит красиво, но это, видимо, на девочек похудеет. На шею похудеет там какую-нибудь. Либо на девочек помладше, потому что, ну, красиво, да, типа. Но все равно издалека выглядит, если честно, как чокер. А чокеры, как мы знаем, уже не так и сильно и модные. И как бы зря я эту штуку заказала. Следующий лот у меня сумка. Вот такого характера сумочка. Так, сейчас мы ее выправить попробуем. От нее есть запах. А, вот, смотрите, я только согнула, выгнула, точнее, кожу, и она уже, видите, погнулась. Плохое качество. Короткая. Сейчас. Да, их можно растянуть там по-своему. Можно одну сделать, как бы, веревочку, да, на них. Можно две. Но вы так задолбитесь их настраивать, чтобы они были одинаковыми. Внутри нет, ну, немного места. На фотке сумка выглядит гораздо больше. Внутри нет никаких карманов. Она застегивается на вот такой вот, как бы, магнит. И одевается ее, ну, так же на плечо, либо носить в руке. Но, честно, выглядит она не очень. Но с ней можно фотки какие-нибудь тоже поделать. И, заметьте, под дом, да, нет вот этой квадратной сумки, которую, вот, например, я хотела квадрат прям видеть. Квадраты, ну, тут им не пахнет. Видите, под донышком. Донышко не сгибаемое. Дальше у меня идет вот такая вот цепь. Золотая цепь. Она тут, правда, переплетается. Такими вот толстыми цепями тонкими. Я ее вообще купила под кофту, под синюю свою. Потому что там у меня была цепь уже к ней прикреплена. Но эта кофта, она... Цепь разорвалась. Она была такого же вот дешевого характера, как на первой сумке цепь. Я решила купить помощней что-нибудь. Вот, но она крепится нормально. Вот она крепится, все работает, механизм. Чтобы открепить. Так же надо, да, сделать, наверное? Или нет, или да, или нет, или да, или как, блядь? А, ага, понял. Понял, не дурак. Понял? Сейчас. Какие-то фокусы с цепочками, вот с этими. Вот, все. Сделала. Ну... Прикона. О, боже. Она выглядит как сорочка. Вообще жесть. Я не знаю, как она сейчас будет выглядеть на мне. Но она, правда, похожа на сорочку. Хотя на фотке выглядит вот так. Ну, как бы красиво, эстетично. Как гейша. Вообще жесть. По-моему, даже на фотке не было как гейша. Ну, как бы... Такого формата платья, но не прям как гейша. А это прям вот халат гейш. Какой гейший? Это халат бабки, который считает себя гейшей. Вот. Ну, это как капец. Это как бздец вообще. Я... Двинуться не могу. Я заказывала специально по своим размерам. То есть... Это... Это вообще... Это... Я вперед, ничего сделать с ним. Ну, типа, я не могу там вперед. Мне кажется, он сейчас лопнет. Она лопнет на мне. То есть вот в клубе там подойдут, и ты такая, типа... А у тебя не хватает. Импульсодвижения. Не буду открывать полностью всю картину. Это выглядит очень кринжово, некрасиво, абсолютно ужасный сарафан. Отвратительно. Под него невозможно что-либо надеть. Вот. Вот это я понимаю. Вот это мой вариант. Очень классный меховой костюм. Очень крутой. Я в восторге, ребята. Мне нравится. И костюм очень крутой. Я осталась в восторге вот от вот этой вот белой сумочки. Она реально очень крутая. Я ее сразу вешаю. Что? Слушайте, мне кажется, я сто процентов жила в СССР. Так у меня чуть не получилось одеть эту косынку четко и ровно. Ну, короче, косынки хорошие. Ухарка Евгения. Или это, снайперша. Рокерша. Или просто из Анастасии вот эта летучая мышь. Ну и вот эта сумка, в принципе, норма. Но, ребят, ну вот ремень тут прям убогий максимально. Не знаю, у них фотку сделаешь, все. Все, остальное мне не понравилось. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Что вы хотите, чтобы я оценила еще там. Купила на шейне. Может быть, устроить рандомно. Покупаю вещи на шейне. Впрочем, как и в этот раз. Короче говоря, хотите ли еще или нет. Впрочем, сами там решайте. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok